Когда закон об иностранных агентах только принимался, только обсуждался в обществе, и я очень хорошо помню этот момент, что всем нам было очень смешно, потому что мы на самом деле думали, что, ну, это же чушь какая-то, почему мы иностранные агенты, это неправда, мы занимаемся тем, что нам нравится, мы занимаемся тем, что мы считаем важным, мы, я имею в виду, правозащитники. И нам казалось, что на самом деле все люди это понимают, что это совершенно очевидный такой ярлык, который, в общем, никакой опасности в себе не несет, он просто совершенно фейковый, искусственный, и всем понятно, что это просто неправда, это не про нас. А потом получилось так, что этот искусственный ярлык, он на самом деле принес очень много вреда. Со мной обращались как с предательницей Родины, они сказали, у нас есть такой сигнал. Я 30 лет преподаю в Америке, я могла эмигрировать давным-давно, мне предлагали там работу, я остаюсь здесь, я переживаю вместе со всеми. И я не хочу, чтобы меня называли предательницей, я ответила за всем. Очень многие организации закрылись, кто-то вынужден был эмигрировать, почти все правозащитники сейчас проходят через такой жуткий этап, когда они вынуждены защищать себя в судах бесконечно. И нам стало понятно, что на самом деле очень многие люди действительно считают нас иностранными агентами. То есть вот этот вот якобы смешной такой ярлык, он в какой-то момент оказался правдой. Может быть не для нас, но для тех людей, которые, может быть, ничего не знают о нашей работе. Нам было важно, собственно, показать, кто мы. Показать, что вы можете нас называть иностранными агентами, но мы сами себя не считаем агентами. А если считаем агентами, то скорее агентами прав человека или там некого будущего, за которым мы все боремся. Вот, прислали такую бумагу. И вот, что от нас требуется. Нам необходимо представить Минюст России отчет о своей деятельности, почему бы и нет, о персональном составе руководствующих органов, отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученные от иностранных источников. Самое главное, конечно, это то, что на предыдущей странице написано, что мы обязаны теперь на всей своей продукции, вот, например, на таком вот отчете за 2013 год, мы должны вот здесь написать организации, исполняющие функции иностранного агента. Вот этот агент, этот иностранец, агентом которого мы стали, вот он перед вами. Мы просто поняли, что против независимых правозащитных организаций, и вообще гражданских инициатив, в России развернута государственные прессивные машины, компания по их дискредитации, и нам необходимо заявить о себе самостоятельно. И поэтому мы с несколькими другими правозащитными организациями решили снять с помощью средств документалистики, то есть это не постановочное кино, ролики о деятельности правозащитных организаций, чем занимается организация каждый день, ее рутинную работу, и людей, которые в этой организации работают, личности, которые занимаются этой деятельностью. Почему они этим занимаются, как они живут, как они работают, показать, что это такие же люди, как и те, которые ходят по улицам, а не какие-то иностранные агенты в черных костюмах, тройках с черными чемоданами, и непонятно, что в этих чемоданах находится. К сожалению, нам пришлось все съемки произвести очень интенсивно, но при этом, вы знаете, практически с первого или второго дня наши герои уже не замечали то, что мы находились рядом с ними в офисе. То есть, в принципе, у меня сложилось такое впечатление, что прозащитники достаточно открытые люди, они не боятся камер, их двери всегда открыты для других СМИ, собственно, и для них это не было проблемой, что с ними находились какие-то люди и фиксировали каждый момент в их жизни. Важно показать, что мы все-таки постоянно работаем, важно показать, как это происходит в действительности, ну и в некотором смысле продемонстрировать, что все эти глупости, которые сейчас придуманы, с анасинами агентами, все это, на самом деле, нарратив, который используется исключительно для того, чтобы стигматизировать некоммерческих секторов и правозащитников, в первую очередь, нежели то, что происходит в действительности. Кто их увидит и где? Ну, это, прежде всего, интернет-аудитория, которая с каждым годом становится все больше. Они будут во всех доступных социальных сетях и на специальном сайте в интернете. Все, кто пользуется интернетом, смогут их увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok